Не знаю как вы, а я чуть не обосрался. Сейчас мы будем делать руку скелета из бумаги. Нам нужен квадратный лист бумаги. Складываем пополам по диагонали. Далее правый угол складываем к верхнему углу. Переворачиваем и складываем другой угол точно так же. Теперь раскрываем нашу конструкцию. Можно сунуть палец внутрь для удобства и складываем ее в треугольник. Не забываем разглаживать углы. Если у вас есть ножницы, то они подойдут в самый раз для этой цели. Складываем пополам еще один раз. Далее верхний угол треугольника сгибаем к нижней части. Разгибаем назад и опять складываем верхнюю часть треугольника пополам к линии сгиба. Далее нижнюю часть так же сгибаем напополам. Верхний угол еще раз складываем напополам. И нижнюю часть так же складываем напополам. Переворачиваем на другую сторону. Складываем нижнюю часть напополам. А теперь складываем напополам в середину. И вот у нас получилось нечто похожее на гармошку. Опять разглаживаем все углы. Расправляем гармошку. И складываем нижний угол к верхнему. Так, чтобы осталось небольшое расстояние от верхнего угла. Примерно полтора сантиметра. Раскрытые листы должны быть сверху. Теперь восстановим все сгибы на гармошке. Далее будем вытягивать из гармошки по одному пальцу. Сначала большой палец. Указательный палец. Мизинец. Хотя, конечно, вы можете вытягивать их в любом порядке. Безымянный и средний палец. Расправляем и разглаживаем, чтобы передать нечто похожее на руку. Верхнюю часть каждого пальца можно загнуть. Это будет что-то вроде ногтей. Мизинец. Безымянный. Средний. Указательный. И большой палец. Далее, чтобы пальцы стали больше похожи на пальцы, сгибаем каждый из них напополам. И последний шаг нужно сделать сгибы на пальцах. Для этого сгибаем каждый палец в двух местах. Начнем с большого пальца. Один сгиб. И второй сгиб. Далее указательный палец. Также сгибаем в двух местах. То же самое повторяем с остальными пальцами. Расправляем пальцы. Их можно даже немного помять на ладони. И вот у нас получилась рука из бумаги. Но хочу предупредить, эта рука живет своей жизнью и может запросто стырить вашу флешку, мышку, микрофон и даже ноутбук. Но все-таки теперь вы знаете, как сделать руку из бумаги. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!